Машины, люди и перспективы дрифтинга Основная масса населения нашей необъятной родины, как это часто водится, впервые увидела дрифтинг на экране Все действия картины тройной форсаж целиком и полностью закручены вокруг японских нелегальных гонщиков Погони, трюки, скольжения Все это вполне бы украсило какое-нибудь дрифт-шоу, но на профессиональный дрифтинг никак не тянет Герой участвует в параллельных заездах на скорость с элементами скольжения На профессиональных соревнованиях той же Формулы Ди скорость дело десятое Главная траектория, по которой скользит автомобиль В европейской части России управляемым заносом заинтересовались давно Периодически можно найти информацию о том, что где-то проходит дрифт-шоу Бист покрышек и дым от горящей резины пользуются у зрителей большой популярностью Да, мастеров поджечь резину хватает, а вот с соревнованиями куда хуже Пока они не соответствуют нужному уровню Покрытие трассы оставляет желать лучшего Гонщикам не хватает времени на подготовку, да и готовиться по сути негде По большей части, конечно, народ катается по ночам, по парковкам Собственно, из-за этого, да, большая проблема в развитии Нет толчка, потому что гоняют, очень сильно гоняют То есть там буквально приезжаешь, 10-15 минут, все, приезжает наряд, всех прогоняют Хотя даже если мы ездим на парковке какого-то большого торгового центра, где мы никому не мешаем Однако, наконец, свершилось Впервые за организацию соревнований взялись сами дрифтеры Теперь цель не просто обилетить как можно больше народу, заманив ее на пятаки и жженую резину А все-таки провести соревнования по всем правилам И даже с призовым фондом в 500 тысяч японских кен Жаль, что пленка не передает запах, но поверьте, сейчас в воздухе пахнет жареным Это горит резина под колесами участников первого чемпионата Европейской части России по формуле дрифт Ребята отжигают не по детски В названии соревнований жирно значатся первые профессиональные соревнования Однако это не значит, что в едином всероссийском спортивном классификаторе появилась новая графа дрифт Нет, но, что немаловажно, теперь дрифтинг организуют спортсмены, люди, которые знают, как это делается А это уже кое-что значит 3 июня в рамках фестиваля японских машин состоялся первый этап формулы дрифт Первых профессиональных соревнований по дрифтингу Несколько недель на трассе кипела напряженная работа Организаторы во что бы то ни стало хотели поставить трассу высокого уровня И, похоже, им это удалось Мы взяли за основу правила судейства Общепринятые правила, которые используются на всех чемпионатах по дрифтингу мировых Которые, по сути дела, являются эталонными для всех дрифтеров во всем мире Такие, как диван-гран-при, европейские дрифтинговые чемпионаты и так далее Ну, в принципе, трассу построили тоже довольно интересную В принципе, трассу мы действительно строили при участии, наверное, практически всех, кто сегодня ездил, участников чемпионата Потому что все смотрели, подбирали какую-то траекторию под себя И, плюс ко всему, мы, естественно, учитывали необходимые требования к трассе К тому, как она должна поворачивать, сколько должно быть поворотов правых, сколько поворотов левых Исходя из опыта, естественно, японских коллег Которые устраивают уже чемпионаты по дрифтингу уже не первый пяток лет В данном случае это реально правильная дрифтерская, так сказать, трасса под вторую передачу То есть длинные затяжные повороты, не много поворотов, не много То есть фактически один основной поворот, первый самый быстрый Одно основное перекладывание И третий просто завершающий, просто как бы на то, чтобы народ видел, что машину ты умеешь перекладывать в обоих направлениях Вот скорость, я могу рассказать, на входе в первый поворот у меня примерно 90-95 км в час На выходе с первого поворота на первом клиппин-пойнте задние колеса крутятся 110 км в час А остальные повороты, соответственно, 80-70 последние Это скорость колес, как бы не совсем скорость машины, но реально уже быстро То есть в Японии там у них средняя скорость 20-130, а в Европе вот где-то так же, где-то в районе сотни Вот, то есть эта трасса уже такая реально профессиональная Потому что то, что было раньше, это было по первой передаче Дрифт на первой передаче – это песочница, абсолютно, детский сад Всего на трассу вышло 25 человек Все они предварительно участвовали в нескольких обязательных тренировках Во время которых организаторы оставляли за собой право дисквалифицировать участника из-за профнепригодности Скажем, за разворот или за остановку можно было не попасть в списки основных заездов Но в последний момент правила немного смягчили Все-таки это первое соревнование в Европейской части России Каждому участнику дается три попытки Первая – чистый прогрев, без какой бы то ни было оценки судей Шины необходимо прогреть хорошенько, ведь в дрифтинге температура резины важна как нигде Резина, когда остывает, когда она по-другому ехать начинает По идее, вот первый прогрев очень такой проезд Потом начинает получше Каждый заезд оценивается по системе снижения баллов Заезд начинается с идеальным счетом – 120 баллов После этого любая ошибка, которую допускает участник, себе в убыток Судьи подстерегают участников на клиппинг-поинтах В первую очередь судится траектория прохождения Машина должна скользить по определенной траектории За ошибки в этой категории могут снять от 0 до 30 баллов пенализации Столько же стоит скорость? Скорость и соответствующая ей острота атаки важна для наиболее оптимального следования по дамичной траектории Особенно важен первый, самый скоростной поворот Так как на последующих участках скорость движения автомобиля должна неминуемо снижаться При условии, конечно же, прохождения в заносе всей трассы Любопытно, что судьями даже установлена минимальная рекомендуемая скорость входа в этот самый первый поворот Все отклонения от нее караются штрафом – 1 балл за 1 км в час снижение Следующим оценивается угол заноса Трасса сконструирована таким образом, чтобы участник смог пройти все повороты, постоянно сохраняя занос в задней оси Участники должны контролировать машину в заносе с наибольшим углом по отношению к траектории движения автомобиля При этом сохраняя скорость до прохождения заносе всей трассы Именно угол заноса визуально оценивается судьями на входе и выходе из поворотов, а также на точках клиппинга Ну и, наконец, зрелищность Все как в фигурном катании – плавно, технично и под музыку Только здесь не лед, а асфальт, и коньки весят по полторы тонны Кстати, в этой категории особо учитывалась реакция зрителей Несколько слов об участниках и машинах Как вы помните, жесткий отбор прошли не все, остались лучшие из лучших Среди них известные уличные гонщики, участники любительских гонок и даже один профессионал Нравится большая, потому что с формулой трудно, чтобы это ни было сравнить Но контроль над машиной приходит именно оттуда И после реакции формулы, реакции кабриолета, они не кажутся такими резкими, как могло бы быть Наверное, древний все-таки ближе к ралли Но я считаю, что спортсмен должен быть разносторонний И он должен уметь как скользить, так и не скользить В зависимости от того, чего требуют условия Что касается машин, то, как и во всем мире, в соревнованиях участвуют только заднеприлодные машины Большинство, конечно, чистокровные японцы Скайлайны, Сильвии, Альтезы Но был и один европеец Гражданин Латвии Каспар Слитовнекс, попросту Каспер, вышел на старт на BMW 328 И показал всем, что скользить умеют не только японцы Идеальная дрифтерская машина Это жестко заблокированный задний мост То есть, который вообще никак не... Ну, в принципе, электроника Она обычно перераспределяет момент по осям И уменьшает как раз вероятность срыва Идеальная дрифтерская машина Это реально жесткий мост Реально за дубовую заднюю подвеску Который хорошо скользит Кстати, о заднем приводе Для одной машины все-таки было сделано исключение Это Subaru Impreza Владимира Федорина Вовсе не потому, что Владимир довольно известный в нелегальных кругах гонщик А потому, что его машина единственная заднеприводная Subaru в России По словам пилота, он переделал машину ради чистого эксперимента, а не для дрифта Тем не менее, такой машины на дрифтинге вы больше нигде не увидите Но Subaru была не единственным исключением из правил В ряду праворуких японцев затесалась отечественная классика Федора Воробьева Столько наглости на отечественную классике бороться с монстрами японского автопрома Никакой наглости Просто решил попробовать Приехал, подготовил автомобиль Выступил, народу понравилось Всем понравилось Вроде сам так неплохо выступил Ну вот, в общем, вот так Тогда, значит, у тебя надо спрашивать, в чем секрет настоящего дрифта? То есть не в крутой подготовленной тачке, а в чем-то еще? Вы знаете, да, все-таки, наверное, секрет все-таки в прокладке между рулем и сидением Потому что действительно управлять нашим автомобилем на сухом асфальте, это очень сложно Это очень сложно Можно, конечно, но надо тренироваться, готовиться Сколько добавляете времени, чтобы подготовиться? А, именно в формуле, вы знаете, наверное, на неделю от силы Я просто узнал очень поздно об этом мероприятии Если бы узнал бы раньше, может быть, бы и результат был повыше Сколько нужно потратить времени и сил, чтобы пятерку довести до ума и участвовать в дрифте? Вы знаете, у меня просто до этого была еще одна пятерка, вот синяя Я на нее потратил около двух лет Вот А потом вот появилась вот эта машина У нее и мотор там получше изначально был И уже кузов покрепче И на нее я потратил ровным счетом полтора месяца Что довернул, что сделал? Вы знаете, абсолютно все Это начиная мотор, подвеска, проварка кузова, проварка моста, усиление Ну и вот все-все-все практически Было подвернуто тюнингу, так можно сказать Сколько сил сейчас? Сил, ну не больше 120, но надо будет съездить на стенд и еще замерить Понятно, ну хватает или хотел, чтобы побольше? Не, конечно побольше Если бы сил было побольше, но я над этим поработаю Я еще буду выступать Вот Попробуем в нее побольше жизни воткнуть, так называемо И все-таки показывать более серьезные результаты, более зрелищные заезды По нашим наблюдениям в категории зрелищных все баллы достались именно пятерке Казалось бы, джат-фест Место, где собираются поклонники праворуких машин Те, кто и на европейцев-то смотрят искусы А тут отечественная классика Но после первого же старта эта машина завладела сердцами зрителей Федор не просто сжег резину, но делал это по всем правилам дрифтерского искусства Давай, Федор! Поставил, поставил! Да черт он побрал этого петущего, ну что же он сглазил патана, а? Вот тебе, мимо, пора ловить, пустил, попасть В перерыве между заездами именно его машину обступали зрители в надежде подсмотреть все маленькие инженерные хитрости На самом деле Федор, он просто это молодой парень, который удивил абсолютно всех Это человек, который настолько серьезно заболел дрифтом И нашел, реально нашел возможности для того, чтобы им заниматься и заниматься им полноценно В принципе он построил действительно из ВАЗ-2105 сумасшедший дрифт Бали Там машина лежит на земле, просто у нее клиренс нулевой Она вся с каркасом безопасности, то есть там она облегчена по максимуму Вот, ну то есть как бы человек очень серьезно подошел к подготовке автомобиля И, ну, как бы, все обратили внимание, что, как бы, этот человек очень серьезно Ну, то есть, как бы, я думаю, что, как бы, есть дар, когда, да, у человека Вот, вот, вот он водит очень хорошо, вот, это просто дар его На первых соревнованиях не вошлось без интриги Случилось так, что вот этот автомобильчик пятой модели борется за призовое место самим Марселем Денисом Трусовым Который является лидером европейской части России по дрифту Как так случилось, что наша пятерка борется с праворукими японскими машинами? Непонятно, но это так И в этом сегодняшняя интрига Как бы мы не болели за Федора, опыт все-таки взял верх На перезаезде Денис Трусов побил рекорд трассы и набрал 115 из 120 возможных баллов В заключении хочется отметить, что все заезды прошли на одном дыхании Ни заминок, ни проволочек, одним словом, организация на высоте Были и развороты, и неудачи, даже небольшая авария с брызгами битого пластика Но были и мастерские искажения, то, что называется настоящим дрифтом И вот награждение победителей На почетном третьем месте Федор Воробьев, ВАЗ-2105 На втором месте организатор, судья и участник соревнований Денис Трусов, Тойота Альтеза Победителем же стал Семен Алексеев, Ниссан 200СX Всех участников ждали грамоты и призы, а Семена еще и водные процедуры Как водичку в бассейне? Водичка-то ладно, асфальт жесткий, который под бассейном Я очень доволен, что получилось то, что я делал на тренировках Наверное, самая сложная в неделе, как всегда На всех, на любых соревнованиях, на которых там ограниченное количество попыток Вот у меня вышло, я рад Я ехал последним, это реально было сложно Стоял и восхищался, реально ребята ехали классно Причем те, кто... Многие очень сильно лучше, чем на тренировках Вот, то есть я вообще... Мне нужно было при этом посмотреть все это Посмотреть, что я видел, что они хорошо едут Нужно было собраться, забыть про все косяки, которые там с машиной по мелочи есть Не волноваться и проехать Самое сложное, что было То есть ребята реально показали класс, это конкуренция Ощущения офигительные, на самом деле просто... Это первое такое мероприятие в европейской части России По сути, это первый профессиональный чемпионат по дрифтингу в европейской части России Он... Ну, как бы... До этого люди реально не знали, что такое дрифтинг Люди видели тройной форсаж, токийский дрифт И, ну, действительно, у нас просто образования у людей нету по поводу дрифта Да, что, как бы, это такой вид спорта, который реально возможен И он возможен здесь, в России То есть это не только спецэффекты из тройного форсажа А это реально, это, как бы, реально в России И это возможно здесь, прямо вот здесь, в Москве, как бы Есть люди, которые умеют это делать в довольно высоком уровне На сегодня все Впереди еще четыре этапа формулы дрифт О которых мы обязательно расскажем в наших следующих передачах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok